Приветствую себя на канале. Сегодня поговорим о говяжьем языке. Говяжий язык уже давно не является недоступным деликатесом. Этот продукт можно купить во многих магазинах. Стоимость его колеблется от примерно 5,50 евро за килограмм до 9, в зависимости от того, где вы его берете. Я решил это видео сделать для того, чтобы многие посмотрели, что из говяжьего языка можно приготовить, как его хранить, если у вас его слишком много и что можно делать с бульоном. Я надеюсь, что вы, просмотрев это видео до конца, найдете ответы на многие ваши вопросы. Приступим! По традиции, количество своих ингредиентов вы найдете под видео. Для рецепта мне понадобится говяжий язык. Я купил язык весом 1,5 килограмма. В качестве специй я взял лавровый лист, душистый перец, белый перец в зернах, но это не кардинально, можно взять также и черный перец, предварительно раздавленные маржевеловые ягоды, буквально 3 гвоздики и тмин. Овощи я никакие добавлять не буду, так как я буду готовить язык в скороварке. Весь процесс готовки и открытия крышки в скороварке у меня займет ровно 1 час. После этого язык мой будет готов. Но бывают и такие моменты, что этого времени не хватает. Все зависит от животного, как оно содержалось и сколько ему лет. У меня просто был как-то случай, что я готовил говядину и у меня несколько кусков варилось почти 5 часов. Хотя нормальный процесс примерно составляет 3-3,5 часа. Для готового говяжьего языка я приготовлю сливочный соус с добавлением свежего хрена. Для этого мне понадобится сливочное масло, мука, хрен, как я уже сказал и немного белого вина. Язык я буду отваривать в 4-х литровой кастрюле и на это количество я всегда добавляю 20 граммов соли. Что такое 20 граммов соли? Это 2 чайные ложки с небольшой горкой. Так, ну язык я тщательно помою и отправляю вариться. Так, промытый язык я поместил в 4-х литровую кастрюлю. Я сразу заливаю его кипятком, который я предварительно вскипятил в чайнике. Так, чтобы язык полностью покрылся водой. Добавляю сразу все специи, добавляю соль и отправляем язык на плиту. По истечению часа язык готов. Так, ну а сам бульон я просто процеживаю. Часть бульона я возьму для соуса, а другую часть бульона я охлажу и заморожу в нем язык. Так, отваренный язык лучше всего очищать в горячем состоянии. Видите, как легко он чистится. Если он сварен. Если вот эта часть плохо снимается, значит язык у вас просто еще не доварился. Ну вот и все. Теперь смотрите, как можно определить, что язык готов. Готовый язык определяется очень легко и очень просто. То есть достаточно его попытаться поднять на вилке, если он, видите, он скатывается у меня просто-напросто, потому что он у меня уже готов. Также в горячем состоянии язык очень легко очистить от излишков жира, что я сейчас и сделаю. Ну вот и все. Положим, что язык вы купили очень большой и он вам вес не нужен. Как бы я поступил в этом случае? Я бы язык отварил бы полностью. Ту часть, которая мне не нужна, допустим, вот эту часть, помещу в отдельную посуду. Залью процеженным бульоном. В этом бульоне я оставлю язык остывать так, как он есть, а затем я его в этом же бульоне и заморожу. У меня осталось немного бульона. Часть я возьму для соуса, а в другой части я отварю картофель и морковь, потому что дальнейшего применения для него я уже не вижу, так как у него очень интенсивный запах. Не каждому нравится. Ну вот, всю часть бульона я распределил. Значит, в одной часть бульона я отвариваю картофель, в другой части я отварю рис. Я никогда этого не делал, то есть я бульон из-под языка никогда не использовал, кроме соуса. Я хочу просто для себя, а также и для вас, ответить на некоторые вопросы, которые наверняка вас интересуют. Значит, здесь я сварю просто рис, здесь картофель и морковь. Это будет мой ужин. Я хочу просто для себя убедиться, можно ли использовать бульон из-под языка для чего-либо, не в ущерб здоровью. Готовлю соус. 30 граммов масла и 50 граммов муки. И немного обжариваю. Добавляю немного белого вина. Даю ему полностью выпариться. И добавляю бульон. Бульон у меня уже холодный, имейте это в виду. Так, ну вот бульон у меня здесь тоже закипел. Сюда я отправляю рис. Посмотрим, что из этого получится. И добавляю в соус сливки. И даем соусу немного повариться, чтобы избавиться от привкуса муки. Так, ну вот мой соус уже немного покипел. Я добавляю немного лимонного сока. И добавляю тертый хрен. Здесь каждый решает для себя, сколько он возьмет. Я для своего соуса взял буквально 20 грамм. Сейчас я его попробую и определю, нужно ли мне будет добавлять еще или не нужно. При приготовлении соуса с мукой будьте на чеку, чтобы соус у вас не пригорел. Иначе потом вы его просто выбросите в мусорку. Я добавлю еще немного хрена, буквально 10 грамм. Итого в общей сложности у меня получится, что я добавил 30 граммов хрена. Рис мой приготовился. Я сейчас его отброшу на сито. И все, больше делать я с ним ничего не буду. Бульон от языка, он уже уходит в раковину. Картофель у меня почти готов. Я сюда к нему отправляю морковь, чтобы все приготовиться одновременно. Мой соус готов, я его выключаю. Морковь сейчас тоже уже будет готова. Я нарезал себе буквально 5 лосточков языка, которые я окунаю сюда же в бульон, чтобы у меня просто все было горячее. Толщина нарезанного языка примерно у меня составляет 5 миллиметров. Это та толщина мяса, которое мне лично, мне более предпочтительно. Так просто вкуснее. Так как и говорят, почему пиво тонких стаканчиков вкуснее. Потому что так оно есть. Так, здесь все готово. И я отправляюсь на стол подачи. Так, ну чтобы мне было легче формировать тарелку, я всю эту свою красоту отброшу на сито. Так, ну и приступим к черту закона. Ну вот, друзья мои, как-то так. Что хотел бы еще сказать по соусу. Я вообще хотел приготовить к нему классический соус, так называемый Мадейра соус. Но, к сожалению, в магазине не оказалось Мадейры. Поэтому я быстро переиграл и приготовил соус на основе свежего хрена. Если у вас нету свежего хрена, вы можете приготовить точно такой же соус и добавить в него каперсы. Это также будет хорошо сочетаться. Вы можете язык есть, как холодным, так и горячим. В холодном варианте я бы его предпочел есть с взбитыми сливками, с натертым свежим хреном, немного подсоленным, с горчицей, или с так называемым чертополохом. Ну, везде его называют по-разному. Чертополох, вырвый глаз, хреновина. Ну, основа простая. Сырые помидоры, натертые на терке, или через мясорубку, с добавлением специй, остроты, соли, сахара, уксуса. Отваренный рис немного подостыл, и теперь самое время его попробовать. Я его отваривал в бульоне из-под языка. По моему вкусу, я не чувствую того, что я отваривал этот рис именно в этом бульоне. Поэтому применять его свободно можно. Теперь попробуем картофель. Картофель тоже в норме. И морковь точно так же. Так что, если у вас остался бульон после варки языка, не выливайте его. Вы можете в нем приготовить как овощи, так и гарнир. Соус, само собой, разумеется. Остаток языка я отправляю в пластиковый контейнер. Пластиковый, а не в стеклянный. Потому что стеклянный может лопнуть. Накрываю крышкой и отправляю в морозилку. Достаем наш говяжий язык, который был заморозен у меня в собственном бульоне. Ну вот так это все дело выглядит. Ну и оставляю его оттаивать. А затем просто-напросто вскипятим его в этом же бульоне. Разрежем на шайбы. И съедим. Так, ну я не поленился. Я сходил в магазин. Точнее съездил и купил вина Мадейра. И теперь я добавлю его в мой демиглаз. И слегка уварю. Как готовится демиглаз, вы найдете также на моем канале. Подсказка на ссылку в правом верхнем углу. Поварю буквально 2 минутки и загущу крахмалом. Так, соус у меня густой. Теперь я ему дам повариться еще минутки 3-4. И все, он у меня готов. Так, язык немного оттаял. Я его могу теперь свободно вынуть из бульона. Отправаю его в кастрюльку. И я его прокипячу. Некоторые люди считают, что язык заморожить в бульоне нельзя. Так как они считают, что вода при заморозке расширяется. И нежные волокна языка будут повреждены, то есть разорваны. И также считают, что язык будет сухим. Я вам сейчас наглядно, примерно покажу, что эти люди просто ошибаются. Волокна разорваны не будут. Язык сохранит свою консистенцию. А также он не будет сухим. Так, ну время обедено. Поэтому я буду делать, скажем так, полноценную тарелку. Сегодня говяжьему языку я приготовил брокколи, картофельное пюре, соус Мадейра и виновник торжества говяжий язык. Так, отставлю немного в сторону. Нарежу язык. Вот, как вы видите, структура у языка прекрасная. И немного соуса. Ну что, друзья, просмотрев это видео, вы наверняка нашли ответы на многие свои вопросы. Как вы убедились, что язык можно замораживать в бульоне, его также можно замораживать без бульона. Если язык был очень большой, то я рекомендую его отварить полностью, взять ту часть, которая вам необходима, а остальную часть просто-напросто заморозить в бульоне. Ничего с ним не случится. Волокна не разорвутся и он не будет сухим. Касаемо бульона, я вам показал, что из бульона можно готовить соус, можно отварить картофель, можно отварить рис, можно отварить овощи. На вкусовые качества этих продуктов этот бульон не окажет. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!